Робот-паук, эйфелевая башня высотой с полметра и гайка, напечатанная на 3D принтере. Все это можно увидеть, а главное смастерить самому на республиканских инновационных площадках. Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня у нас в гостях руководитель Центра молодежного инновационного творчества Сергей Солин. Сергей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Владимирович, вот расскажите, ЦМИТ в Чебоксарах работает уже 3 года. И вот какие вы можете сделать выводы о работе Центра, какие у него успехи? Ну, за эти 3 года мы сделали очень большой рывок в области инновационного творчества. То есть мы открыли открытую лабораторию для всех изобретателей, школьников, студентов, которые хотят реализовать свою идею. Они могут прийти к нам в Центр со своей идеей. Наши специалисты могут помочь им направить в нужное направление, если что-то у них не совсем правильно стыкуется. И также мы помогаем им изготовить эти изделия для того, чтобы участвовать в грантах каких-то, в конкурсах или получить финансирование у, например, инвестора. У вас, наверное, за это время было наверняка много проектов, идей, вот какие вот, например, самые необычные. Вы можете назвать? Ну, самые необычные идеи, и такая вот, на мой взгляд, очень интересная. Это идея, то есть проект, который мы сделали совместно с «Газпромом». «Газпромом» — это проект линейного корабля «Полтава». Это памятник, который сейчас установлен на набережной реки Нева в Санкт-Петербурге. Сложность этого проекта была в том, что не было никаких вообще чертежей, даже рисунков не было никаких. Были только описания словесные. И вот наши студенты машиностроительного факультета совместно с искусствоведами, с историками, общаясь, создавали 3D-модель данного линейного корабля. Когда уже по форме и по содержанию она стала удовлетворять, на основе этой 3D-модели мы получили более тысячи чертежей, на основе которых как раз на нашем Чебоксарском заводе был изготовлен данный памятник, собран и далее отправлен в Питер для установки на постамент. Также на постаменте все барельефы были сделаны на нашем строительном факультете с использованием нашего оборудования ЦМИТа. А какие объемы памятника? Размер данного памятника в длину, если я не ошибаюсь, около 6 метров. Высота была, по-моему, где-то около 5 метров. А сколько по времени заняла реализация проекта от задумки и до готового результата? Время где-то около года затратило. Интересно. А вот мы сейчас с вами привели пример одного конкретного проекта. А вообще какова в целом судьба других там проектов? Ну, к нам в основном приходят изобретатели и увлеченные люди. Они реализовывают на нашей базе свои идеи. И дальше они получают различные гранты. Вот такой пример могу привести еще один такой, который запомнился. Это интеллектуальный тренажер для людей с ограниченными возможностями. Совместно с врачом, с одним, был реализован данный проект и также был получен грант «Умник» на него. Вот такая идея. Ну, кроме этого, приходит еще много людей, которые готовят свои какие-то изобретения для того, чтобы предоставить инвесторам. Ну, судьбу этих изобретений мы, к сожалению, не знаем, потому что у нас в лаборатории только мы представляем оборудование. А вот основное направление деятельности именно вот Чебоксарского нашего СМИТа – это вот робототехника и 3D-моделирование. Участвуют ли ваши ученики в каких-то там конкурсах, может быть, международных, всероссийских? И какие у них успехи? Да, конечно, мы участвуем. Мы являемся, наш СМИТ является оператором всероссийских соревнований, таких как Робофест, Всероссийская робототехническая олимпиада, 3D-олимпиада. Вот на этих соревнованиях участвуют наши воспитанники. У нас обучаются дети от 5 лет робототехнике, программированию от 8 лет и 3D-моделированию также от 8 лет. Самым таким крупным результатом, который у нас был, это в прошлом году студенческая команда, которая тренируется на нашей базе. Она была призером всероссийских соревнований, вошла в сборную команды Российской Федерации и поехала в Индию на всемирное робототехническое соревнование. И там заняла седьмое место. То есть была лучшей среди европейских, американских. Впереди нас были только азиатские команды. Это китайцы и филиппинцы. Ну это как бы азиаты, традиционные спереди планеты все. А какой был проект у наших ребят? То есть что они представили? Это было задание у всех команд одинаковое. Должны были собрать робота, который играет в боулинг. Должен был максимально выбить большое количество кеглей. И вот наша конструкция, наше программное обеспечение, которое делали наши студенты, оказалось одним из лучших. Здорово, поздравляю. Кроме Чебоксара, от Смита есть еще в Марпасаде и в Шумерле. А вот какое оснащение в тех лабораториях? Оснащение у всех Смитов примерно одинаковое, потому что требования к оснащению Смитов и к списку оборудования, как бы оно регламентируется уже. Есть небольшие отличия, связанные со спецификой деятельности каждого Смита. Вот у нас со спецификой деятельности робототехники. У нас есть небольшое количество оборудований, которые нацелены на робототехнику, на программирование, 3D-моделирование. У других Смитов это другие направления, соответственно, у них оборудование немножко чуть-чуть отличается. Но основной список оборудований у всех одинаковый. Давайте теперь поговорим о планах на будущее. Какими вы видите эти инновационные площадки и что планируете делать в дальнейшем? Перспектива данного вида площадок очень большая во всем мире. Данные лаборатории получили большую популярность, исходя из того, что любой желающий может, как я уже говорил, прийти и сделать свои идеи, реализовать свои идеи. Вот в России это только начинает зарождаться, и интерес к этому тоже очень большой. Начиная с 2013 года по сегодняшний год, за то время, в которое мы работаем, число посещающих наш СМИТ растет каждым годом. И приходят и студенты, и школьники со своими идеями, чтобы реализовать их, участвовать в конкурсе. Поэтому я так думаю, что перспективы очень большие, и государство на это нацелено, на развитие данного направления, и дает различные гранты и финансирование на развитие новых, на открытие новых и на развитие существующих СМИТов. А вот сейчас, в ближайшее время, может какие-то изменения у вас планируются в ближайшие месяцы, например? Ну, в ближайшие месяцы мы планируем планироваться с Российской робототехнической олимпиады, которая пройдет в Иннополисе. И вот наш СМИТ, как я уже говорил, является оператором данного соревнования. И мы вывозим нашу команду к республике на эти соревнования. Ну, надеюсь, что в этом году мы тоже будем на высоте и получим много первых мест. Кроме этого, наш СМИТ сейчас разрабатывает новый проект. Мы написали грант направления робототехника. Данное направление сейчас, тот проект, который мы хотим реализовывать, во всем мире разрабатывается не так много площадок, где это в Японии и, по-моему, в Америке было данное направление. И вот третьей площадкой хотим стать мы для того, чтобы разработать данный проект. Надеюсь, что мы получим данный грант и сможем реализовать эту идею. Я надеюсь, у вас все получится. Сергей Владимирович, большое спасибо вам за ответы. Спасибо. Это была программа «По существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова